всем привет это брит с благотворительным проектом обретите друга мы сегодня приехали на наш излюбленный фестиваль собаки которые любят чтобы с ребятами провести этот день замечательной погоде и помочь животным найти новый дом пойдемте по зонам этого мероприятия расскажу подробнее что здесь происходит за мной располагается большой шатер в котором находится зона благотворительного маркета все деньги с покупок идут на нужды фонда ну и основной зоной благотворительном маркете является наш стенд зона брит правой части нашего стенда уже привычно располагается наша синяя линейка брит премиум которую вы могли видеть на всех мероприятиях собаки которые любят а в левой части располагается наша большая новинка супер премиум корма бредки которые только недавно запустились продаж производятся они теперь в россии линейка долгожданная почти два года большое количество потребителей искали этот форм и собственно сейчас они могут его найти он уже находится в продаже как зоомагазинах так и на маркетплейсах основа корма индейка все корма гипоаллергенные и основное преимущество что есть направленность то есть например у того форма который я держу это контроль веса если мы возьмем соседний мешочек то тут профилактика мкб у каждого форма своя специфика замечательного партнера любителя собачек от компании брит и так номер 112 вам достается подарок юля добрый день мы с вами уже повторно встречаемся повторно проводим интервью рад вас видеть на этом фестивале на да здравствуйте мы тоже рады встретить вас на нашем фестивале собака можно расскажите нам поподробнее про отличие мы уже третий раз с вами но первый раз летом и первый раз на открытой площадке нам все интересно давайте мы сначала как это проговорим что обычно мы с вами встречаемся на фестивалях где основной задачей является пристройство когда мы бездомным питомцем стараемся найти новую семью отличие этого фестиваля принципиально в том что здесь мы с вами коммуницируем с людьми которые уже владеют питомцем мы имеем возможность предоставить им общение с кинологами со специалистами мы проводим различные кинологические уроки и так далее но самое важное отличие фестиваля с собакой можно от всех остальных наших фестивалей в том что только здесь находятся локации в которые можно попасть только с собакой важная часть мне кажется что поддержка понятно здесь там могут пообщаться с кинологами с ветеринарами получить какую-то консультацию а в дальнейшем фонд помогает тем животным которые вот из приюта пристроились когда мы отдаем животное в семью мы в первую очередь становимся наверное такой маленькой частичкой этого семьи мы сопровождаем семью дальше ну практически до последних дней мы становимся знаете такой саппорт функции невидимой и к нам очень часто приходят владельцы с какими-то проблемами с какими-то запросами с какими-то ну как бы может быть рекомендациями которые они выявили в своей жизни но это прям отлично потому что мне кажется сюда на этот фестиваль люди идут в первую очередь за комьюнити и чтобы вот эту поддержку получить и то что в дальнейшем они могут этим пользоваться и не во время мероприятия потому что это все-таки один день жизнь она долгая жизнь питомца она долгая и ну например мне фраза очень нравилось что собака для нас это часть жизни а мы для собаки это целая жизнь конечно и поэтому ну поддержка хозяина здесь очень важна тут минутка рекламы если вдруг кому-то нужна консультация по питанию то у нас есть штатный нутрицианист вы можете писать нам в социальные сети мы поможем здесь а ребята подскажут с точки зрения кинолога ветеринарии и так далее следующий фестиваль примерно такого же формата формате док афиши я бы сказала мы планируем провести 20 августа в парке события всех ждем а а Субтитры сделал DimaTorzok У нас появилась возможность пообщаться с кинологом фонда «Собаки, которые любят», чтобы раскрыть очень интересную тему – спорт с собакой. Сейчас лето, самый сезон. Расскажите, как начать? Основная задача ваша – это наладить контакт с щенком, для того, чтобы ему было с вами интересно. Щенку главное сначала даже не столько спорт, сколько обучить его жизни, потому что это золотой период, когда собака впитывает всю информацию. Поэтому мы особенно внимательно относимся к тому, что мы ему показываем, социализируем, показываем людей, собак, учим базовым командам и учим с нами быть в контакте, в коммуникации. И если мы решили заняться, например, бегом, или вот сейчас очень популярно на сапах плавать с собачкой, помним про то, что нам нужно не только себя научить, потому что мы же, например, когда не занимались, никогда бегом, мы начинаем там 2 минуты, 3-5, по чуть-чуть увеличиваем нагрузки. Так же и с собакой. То есть не то, что мы взяли собаку и, значит, побежали с ней марафон сразу, без подготовки. Это будет и нам тяжело, и собаке тяжело, очень тяжело. Владельцев маленьких пород можно ли с ними заниматься? Конечно. То есть какая-то другая адаптация или как это происходит? Маленькие породы прекрасно занимаются спортом. Вы бы видели, как agility прыгают в шпицы, например. Это просто гениально, они прекрасны. Поэтому маленькие собаки, они очень способны к спорту. Те виды спорта, которые мы обсудили, они как-то классифицируются, может быть, какими-то там нужно заниматься только с тренером. Ну, условно говоря, начиная с тренером. Какими-то более простыми можно заниматься самим или всем можно заниматься самостоятельно? Более правильно, если у вас нет опыта, особенно если у вас нет опыта, то, конечно, лучше с тренером. Agility, тем более, вам нужна площадка какая-то, если вы уже решили точно заниматься, вам нужна площадка, залы есть с этими снарядами, потому что обычная собачья площадка не подходит для этого, который у нас на улице стоит. Вот, мы можем что-то пробовать. Есть много классных книжек сейчас, там, хупер саджилити, можно делать самим, даже дома. Есть, в принципе, много хорошей литературы. С чего начать? Можно это почитать, попробовать. Если вам понравится, зайдет потом пойти к тренеру и начать уже профессиональное заниматься. Нам ребята из фонда «Собаки, которую любят» сказали, что у вас уникальное хобби. Расскажите нам поподробнее. Добрый день. Да, я представляю московский док-фрисби-клуб. Мы занимаемся с собаками фрисби. Собаки бегают за диском, догоняют, ловят, возвращают или не возвращают, в зависимости от поставленных задач. И все это весело, здорово, интересно. И, что самое важное, позволяет собаке реализовать ее охотничий инстинкт. Как много времени проходит, чтобы научить собаку такие вот трюки исполнять? Очень все по-разному. Очень зависит от конкретной собаки. В общем и целом, мне кажется, что нескольких месяцев вполне достаточно для того, чтобы научить какую-то среднестатистическую собаку более-менее работать с диском. А какие-то соревнования, может быть, по фрисби проводят? Да, конечно. Клуб проводит соревнования по фрисби. Ну, где-то ежемесячно сейчас, после ковида. Где-то примерно раз в месяц мы проводим соревнования. А по каким критериям проводятся результаты? По каким дисциплинам? Существует во фрисби, да. Существуют определенные дисциплины. На самом деле, их все очень просто. Их всего три. Если говорить в общем и целом, это дальность, когда человек кидает как можно дальше, собака бежит и ловит как можно дальше. Это точность. У нее миллион вариантов, когда нужно попадать в определенные места. И в зависимости, ну, в смысле, собака должна ловить в определенных местах. И в зависимости от этого она получает баллы. Вот, очень разные бывают варианты этой точности. Но вот суть такая, и время ограничено. И это фрисби-фристайл, когда собака выступает под музыку, показывает определенные трюки, связанные с ловлей диска. А здесь коммуникация больше идет голосом? Из практики исходя, собака очень сильно ориентируется на то, что ей говорит тело спортсмена. То есть, ту позицию, которую занимает спортсмен, она говорит собаке о том, какой трюк будет. А что сегодня будет на мероприятии? Нам очень интересно. Да, просто презентуем спорт, и собаки покажут, как они ловят диск, ну, а-ля в точности, как будто бы, да, выступление на точность. Они будут ловить роллы, это когда диск катится на земле, обычно выступают молодые собаки, щенки. Это такая, ну, вроде бы, считается более простая дисциплина, хотя не всегда. Вот, и затем будут, да, выступления по фристайлу с трюками. Собаки выйдут и покажут какую-то там программу, что у них есть на сегодняшний момент. Большое спасибо нашим зрителям, ну, и отдельная благодарность тем, кто сегодня поддержал нас на фестивале. Подписывайтесь на наши ресурсы, ну, и, как сказала Юля, следующий фестиваль в августе. Мне кажется, это надо оставлять. Спасибо нашим зрителям, ну, и отдельное... Посмотри в камеру.